То есть вы поняли, что вам Нганну по силам? Да, мне бы хотелось с ним сразиться. У вас голод остается до боев, одним словом. Я боец, да. Наверное, я еще в строю, поэтому я бы хотел... Мне интересно, да. Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Андреев, канал Ушатайка, и сегодня мы предлагаем вашему вниманию большое интервью с Федором Емельяненко, записанное на сборе в Прелебрусье. Федору уже 47, он завязал с ММА, но находится в отличной физической форме и собирается провести бой по правилам бокса. Мы говорили больше часа про желание боксировать с Франсисом Нганну, Вадима Немкова, Анатолия Токова и Магомеда Исмаилова, почему не смотрел поединок Хабиба и Макгрегора, почему когда-то назвал Кевина Рэндалмана словом, на которое в Америке обижаются, почему согласился быть героем UFC 5, как стал чемпионом по вольной борьбе, как его жестоко заслуживали в самбо, как научился своему фирменному ГНП, про Дану Уайта, Сербию, Религию, Внука и многое-многое другое. Ну, а, конечно, были темы, на которые Федор говорить не захотел. Если еще не подписаны на Ушатайку, не забудьте подписаться. И приятного просмотра! Начнем с Вадима Немкова. Ему предстоит бой с Бруно Капеллозой. Вот на ваш взгляд, какой наилучший путь к победе над этим бойцом, над Капеллозой? Я думаю, что Вадим во всех показателях превышает Капеллозу. Вот. И по скорости, и по силе, и по технике, конечно. Вот и стоя, лежа. Какой наилучший? Какой побыстрее? Нам надо, чтобы побыстрее, чтобы поменьше нервничать в углу. А так, я думаю, Вадим, ну, тактически, и тактически, если бой затянется, он тактически может его переграть. То есть, ну, Вадим выше его по всем показателям. Вы изучили Капеллозу, ну, хотя бы так. Да-да-да, конечно. Уже посмотрели бои, то есть, вот, мое мнение, как диванного болельщика, что наилегчайший путь, это, конечно, бороться. Потому что все это, он ярко выраженный ударник, Абруна Капеллоза. У Вадима уже был подобный бой с ударником, с Юрисом Англицкосом. И Вадим там постоянно искал возможность для финиша. То есть, просто беспрерывно. Но в современных ММА, как мне кажется, это очень рискованно, потому что можно позицию потерять. А вот как вы к этому отнеслись? Я думаю, что нужно больше, конечно, наработки, больше, чтобы не терять позиции, нужно больше не терять внимание наработкам приемов партии. И будешь себя чувствовать, ну, в принципе, в любой позиции нужно себя чувствовать хорошо, уверенно. Ну, тут сейчас просто, знаете, многие, как раз-таки тренеры, как мне кажется, отговаривают своих учеников от подобных рискованных попыток. Да, ну, занять позицию и доминировать. Вот. Ну, мне кажется, именно поэтому ММА сейчас не настолько зрелищно, как было раньше. Вот, что нет таких, ну, гораздо меньше стало болевых, удушающих приемов, а вот позиционное стало. Позиционные такие выступления, борьба. А часто бывает, что вы смотрите бой по ММА, а потом берете и выключаете из-за того, что он просто незрелищный? Или если беретесь уж смотреть, то смотрите, так скажем, от начала до конца? Если мне неинтересно, я вижу, что, ну, работа позиционная и зависает, ну, я перекручиваю. А часто, кстати, смотрите ММА? Очень редко, практически не смотрю. А почему так? Неинтересно вот совершенно. Моей жизни хватает, ММА. Если знаковые бойцы и какие-то интересные действия, я просматриваю, да, мы изучаем. Вот. Или знаковый боец, который мне интересен, да, я могу посмотреть. Вот, отдельные бойки, да. Что касается... Ребят, конечно, всех, если их просматриваю. И их соперников. Ну, а так, в моей жизни слишком много ММА, и поэтому недостаточно. Но вы же, кстати, могли бы сделать так, чтобы его было намного меньше. Но, тем не менее, вы не покидаете ММА-индустрию, сейчас сами до сих пор тренируетесь. Это уже все? Это та тема, которая до конца жизни, и которую покинуть просто нереально? Вот, ребята, вот, когда я вернулся, вот, появились ребята. Не появились, не были до этого, но, скажем, по моему возвращению, я, ну, своего рода взял ответственность над ними, наверное. Вот, и сейчас они уже, скажем, идут в большей степени сами. Вот, но все равно я стараюсь быть рядом и поддерживать, помогать. Если что-то могу дать, какой-то дельный совет, я его даю. То есть, ну, стараюсь как-то помочь, чем-то поддержать, потому что они уже, можно сказать, родные люди мне. Вот, и я переживаю за них. Вот, раз уж коснулись темы граунд энд паунда, вот, вы еще в 2002 году, наверное, уже начали использовать агрессивный граунд энд паунд. Это, в принципе, такое новшество было, как мне кажется, для ММА тех лет. Откуда вы этому научились? Кто вас научил именно такой агрессивной работе сверху? То есть, я имею в виду не про Сабмишина, конечно, а вот именно про удары. Ну, меня никто не научил в этом направлении. Я, когда перешел в бои, ну, я вообще сам дзюдо занимался всю жизнь. Я в сборной России там и там был, вот, в мастер-спорт международного класса был. Хороший уровень был, но когда я перешел в бои, первым делом, что я поставил кассету и посмотрел те самые бои. Сделал анализ, что мне нужно, чему мне нужно учиться и какие техники освоить. Вот, когда я начал изучать бокс, примерно вот этот бокс я перенес в бои лёжа. То есть, в бои лёжа. Что-то я посмотрел, как другие делают, но тоже у нас не было, скажем, бойцов, которые бы могли бы жёстко бить лёжа. Технично, красиво и жёстко. То есть, вот такое вот, ну, добивание были не нокаутирующие, да, и такие любительские какие-то, любительская школа какая-то, вот, к того, что гораст. Вот, я сделал анализ и начал работать на мешке лёжа без замаха, без каких-то отводов рук, там, не только рукой бить, а бить именно с плеча. Ну, вот, то, что я, вот, то, чему я учился стоя, я перенёс в работу лёжа, и она пошла. Вот интересную такую деталь я заметил в интервью Сергея Белостинного, по-моему, Вадима Тихонирова. В общем, он сказал, что вы ему посоветовали не менять позиции во время отработок на манекене, ну, то есть, именно граунд энд паунда, а находиться в одной, ну, там, условно, минут пять. А почему? Не, ну, минут пять, а секунд сорок, минуту где-то, потому что они, ну, надо ещё с Серёгой поработать чуть-то там, да, вообще с ребятами. Я им показывал до прошлого сбора или на прошлом, или на позапрошлом, как работать лёжа. Вот, ну, время прошло, и что-то подзабылось, вот. Вот, а смысл в том, что они начинают просто прыгать по мешку, вот, который лёжа, который добивает, и постоянно имеют позиции, постоянно то одной, то левой, то правой, то с близкой дистанции, то с дальней, то, ну, постоянно перемещается по мешку, скачет. А в бою же так не бывает. Я ему, ну, Серёг, ты задумайся, вот, как ты работаешь, ну, ты в бою тоже работаешь, как правило, позиционно. Вот, и с этой позиции должен бить, уметь наносить удары. Вот, займи на мешке позицию и отработай удар конкретный. То есть минутку посиди на одном ударе, потом поменяй руку, там, с другой руки, потом серию какую-то отработай тоже. Вот, ну, так как устаёшь тоже, лёжа добивать, бить мешок, ну, тоже тяжело. Плюс ещё отключаются ноги, ну, включаются максимально плечи. Вот, поэтому поработав в одной позиции, нужно сменить, чтобы, ну, расслабиться, ну, пускай, работай в другой, немножко сменить мышцы работающие. Ваших бойцов очень часто про вас спрашивают, ну, я в том числе, там, а как Фёдор в этом, а как Фёдор в том, а как Фёдор в третьем. Вот вы расскажите про ваших бойцов. Вот, допустим, Вадим Немков. Вот в чём его, на ваш взгляд, главный козырь? Вот в чём он лучше всех? Из всех Вадим самый думающий, самый... И Вадим знает, что он хочет, и он идёт к своей цели. И если Вадику что-то указываешь на что-то, он через голову это пропускает. Он, в первую очередь, думает, он просматривает, он пытается понять, что от него хочу. Потому что я стараюсь показать, как он делает, и как надо делать. И показать разницу, как, ну, что... Что если он будет техничнее делать, это будет и быстрее, и точнее, и жёстче. То есть он, ну, или там в каком-то приёме, там, в Борцовском, вот, он ухватывает. Он старается додуматься головой. И он растёт быстрее всех и больше всех. Вот, допустим, в партере, когда вот вы боролись, вам с кем было тяжелее всего? Они все интересные, так. Ну, наверное, Вадим. Наверное, Вадим. Но не потому, что, не потому, что, а потому, какой-то там приём или ещё что-то, а потому, что он, как бы это сказать, нестандартно гибкий. Такая какая-то у него есть... Гибкость, то есть именно вот тело, да, такая? Да-да-да. Ага, очень интересно. Вот я бы её назвал немножко нестандартно... Ну, нестандартно гибкий, в общем. Да-да-да. Этот, например, вы ему пытались сделать болевой приём, выворачивали руку, а она... Нет-нет-нет, не болевой приём, а именно вот, допустим, где-то я ухожу, переворачиваю, там... В тех моментах, когда, ну, я там других бойцов спокойно переворачивал, он... Из, мне, как мне уже казалось, моего позиционно выигрышного положения мог вернуть меня обратно. А что касается Анатолия Токова, вот в чём его козырь тогда? В таланте у него козырь, у Анатолия. Только, только, только талант нужно развивать, да. А вот в чём это проявляется, что вы имеете... Талант это просто такое распутчивое... Максимально чувствительный, да, я понял, ну, он максимально чувствительный, он физически был самый подготовленный, наверное, вот когда, на момент, когда мы стартовали в Японии, да, он был самый, ну, самый опытный, самый скоростной, наверное, самый... То есть мне над Вадимом, допустим, нам пришлось попыхтеть где-то в некоторый момент, ну, а Вадим быстро выправил их, а вот Анатолий буксовал, на мой взгляд. Он не пропускал через гол, он заходит на тренировку и скажет, скажем так, не то, чтобы имеет полное доверие к тренеру, а свою голову он отключает, и ему говорят, что делать, он делает. Вот, а здесь нужно всё-таки, мне кажется, думать самому. Да, наверное, сложно такое... Фильтровать, фильтровать, где-то фильтровать информацию, где-то подрабатывать её под себя, где-то посидеть дополнительно. Да, сложно поменяться, мне кажется, в любом случае. Если у него будет работать голова, то будешь как все, я бы так сказал. Вот в зале занимается там, вот сейчас мы видели, да, сколько там, 50-60 детей. Вот все делают одно и то же. Если не будешь пропускать через голову, ты не пойдёшь вверх, ты будешь такой, как все. Ну, чему-то научиться, конечно. Анатолий ждёт очень громкий бой с Магоменом Исмаиловым. Вот лично вам какой бой интереснее? Анатолия с Магой Исмаиловым или Анатолия с Дегардом Мусасиным? По афише, так скажем. Ну, в случае с Анатолием оба бои интересны. Во-первых, Магомед Исмаилов уже закомендовал себя, он показал, что он может биться с серьёзными бойцами. Вот, поэтому для Анатолия, думаю, это будет тоже таким испытанием. Вы видели хотя бы один бой Амади Исмаилова? Да, видел. А какой именно? Или какие именно? Я видел с Александром Шлеменко, видел. С Александром Емельяненко видел. С кем-то ещё видел. С Вадимом Минеевым? С Вадимом Минеевым по матрицам видел. Я не полностью там, ну, тоже прокручивал, скажем. Ну, первый бой с Анатолием видел. И какое впечатление на вас, Мага, как боец произвел? Магомед хороший российский боец. Понятно. Ну, может быть, там, знаете, у него борьба хорошая. Ну, у него, кстати, и бокс-то неплохой, на самом деле. Борьба хорошая. Ну, я бы сказал, не бокс хороший, а хорошая чувствительность. И опыт в спарринге. То есть, у него чувствительность хорошая. Да, он может отмахнуть рукой. Вот, ну, в школу бокса надо ещё поработать, чтобы был хороший бокс. Мага Исмайлов — это всё-таки не просто боец, это ещё и медиафигура. То есть, действительно, очень высокая узнаваемость, наверное, один из самых узнаваемых российских бойцов вообще. То есть, не только те, которые в России выступают, но и те, которые выступают там в UFC тоже. У вас есть вот какое-то отношение к Магомеду? Может быть, вы даже на него подписаны? Я его, честно, я не проверял сейчас. В общем, может быть, как-то следите там за его активностью. Вы знаете, этот боец, скажем так... Нет, я нигде не подписан. Я вообще, в принципе, не сижу ни в каких соцсетях. И ни на кого не подписан вообще, в принципе. Вот. Но этот человек, этот боец вызывает у меня симпатию. И если будет у него бой, я скорее его посмотрю. А симпатию? Если не будет там слишком много разговоров... Ну, слушайте, сейчас такое время, что если бой Маги и Смаила, то там разговоры в любом случае должны быть как иначе-то. Я уж не знаю. Я понял. А он вас симпатию вызывает не только как бояться, но и как в целом, как медиафигура, как я понял. Да, в общем. Понял. Ну, и как боец тоже. Хорошо. Смотрите, Анатолий уже провел один сбор в Дагестане точно. Он же просто его прерывал, потому что ездил на турнир, если не ошибаюсь, по боевому самбо или по оккупашному бою. Ну, в целом, вы его действия, то есть поездка в Дагестан на сбор, подготовка там хотя бы какое-то время, вы это как, так скажем, расцениваете? Очень положительно. Если ребята чувствуют, что они где-то могут взять дополнительно, если они где-то могут вырасти, я их, конечно, не привязываю, я их, пожалуйста, я их много раз отправлял, много раз сплел и в Дагестан, и в Таиланд, и в Голландию, и куда угодно. Вот, и одни из первых сборов у нас пришли в Голландии, когда я их собрал, чтобы они посмотрели, как разницу, отличие, скажем, школы, отличие там подготовки, отличие подхода тренера к самой тренировке. Вот, и я им сказал, что если вы где-то можете взять больше, я всего дать не могу, вот, поэтому поезжайте, я и в Екатеринбург ездил к ребятам, вот, был такой Николай Зуев, Федоров, Александр Сергеевич, вот, они мне помогали, поэтому я их не держу. Тем образом не препятствовать? Нет, ни в коем случае, в том же, да, 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 стараемся помочь, и никого не привязываем. Вам как окажется, вот, что Анатолий может получить в Дагестане, чего он, допустим, не может получить в Старом Оскоре? Ну, сказать честно, пинка ему надо дать хорошего, вот, чтобы он... Вот, но в Оскоре сейчас мы наездами, скажем так, ребята собираются под... То есть мы не все вместе, не всегда все вместе в Старом Оскоре, вот, а в Дагестане все-таки, ну, ребята постоянно работают, там спарринг, там большое количество ребят, которые пытаются пробиться, пытаются именитых ребят уже в ММА, поэтому там он может в любой день, в любое время поработать. — Федор, а вы работали когда-нибудь с вольниками, кстати? — Да. — Вот специально, целенаправленно, чтобы к вам на сборы приезжали. Расскажите, потому что, честно, я вот так вот даже не вспомню сходу. — Целенаправленно. Да, ребята были вольники, и чистые вольники, и мамашные вольники, и... — Я по вольной борьбе, скажем, когда еще по дзюдо боролся, заканчивал, вот я боролся по вольной борьбе, я область выигрывал по вольной борьбе. — То есть вы чемпион Белгородской области по вольной борьбе именно среди взрослых, или... — Среди взрослых. — Среди взрослых, да. — Вот этого никто не знал. Ничего, это же в каком году-то было, году 98-97? — Да, где-то 98-й, по-моему, если я не ошибаюсь. Раз был вторым. — Круто. — Раз был вторым. — То есть вы могли на Россию даже в теории? — Нет, нет, на Россию. — Там уже... — Область, то есть нам уже загнали, ехать национальную. Ну, у меня была мысль, ну, глупая. Ну, скажем, мне по самой подзюдо хватало соревнований настолько, что это я просто для себя. Меня пригласили. — Ну, подзюдо, хотя, конечно, там такая была у вас конкуренция в вашем возрасте, в тяжелом весе тогда. — Я был не в тяжелом, нет-нет-нет, я был до 100 килограмм. — Так, до 100 килограмм. — У нас был Юрий Степкин, чемпион, да, вот он выступал за Челябинск, сам Курский, но выступал за Челябинск, многократный чемпион России. Вот он поехал на Европу, на мир и на Олимпиаду в то время. — Вы рассказывали не раз, что ушли из дзюдо, ну, потому что не видели там перспектив, и в частности из-за судейства. А сможете вот рассказать, а что вот был такой за случай, когда вот у вас уже просто лопнуло терпение, именно связанное с судейством? Кстати, к сожалению, в ваших схватке под дзюдо просто нереально найти на видео, так что вот уж... — Знаете, когда борешься вот против, не против соперника, а против еще бригады судей, и это сталкиваешься с этим вот, скажем, больше даже, в большей степени по самбо было это, Ну, и под дзюдо тоже проскакивало. Вот. Ну, ты приезжаешь там один из Белгородской области, а против тебя выходит москвич или челябинец, или там Санкт-Петербуржец, там, а у них целая команда, и команда судьи еще. Вот. Ну, и, соответственно, там решаются вопросы, чтобы... Ну, и когда, начиная с зональных, скажем, турниров, отборы чемпионов России тебя начинают подъедать, ты это, ну, видишь, чувствуешь и знаешь, то, ну, неприятно это все. А когда на чемпионатах России уже это происходит, ну, когда ты бросаешь, а тебе не дают оценку, то... Или когда соперник уже ползает, его надо наказывать, а его не наказывают, то... Я вам расскажу такой случай. Я боролся с Санкт-Петербургцем в Питере, в Санкт-Петербурге, вот. И главный судья соревнованием был Санкт-Петербуржец, вот. Ну, в общем, там все было, как положено, как... Я борюсь с этим питерцем. Я его бросаю, потом он выходит несколько раз за ковер, и его снимают в соревновании. То есть, мне отдают победу. И вот главный судья бежит через все ковры, обутый, там схватки идут, а он бежит обутый, кричит, остановите схватку, назад борцы, верните борцов на ковер. А секретарь соревнований там с другой стороны бежит обутый, тоже через все ковры, верните. И вот нас в итоге вернули, и мы боролись дальше, и там, ну, меня просто подховали, подзасудили. Ну, после этого просто, вот, Юра, ну, желание было... Ну, желание сложить, скажем, сомбовку и положить ее... Ну, вы, собственно... Ну, слава богу, сейчас все получше гораздо. Сейчас все поменялось. Сиди здесь он. Да, сейчас... Сейчас все поменялось. Слава богу, почистили тех старый состав. Сейчас вот Сергей Владимирович Елисеев, ну, навел порядок, более-менее. Ну, что касается вашего боя, представитель Тайсона, честно скажу, уже точно не помню кому в интервью, по-моему, британскими СМИ, если не ошибаюсь, Чесанга Малата точно зовут этого журналиста. Он сказал, что бой Федора Емельяненко и Майка Тайсона нереален. Ну, сказал, значит, сказал. Расскажите, ну, действительно были прямо предметные переговоры с Тайсоном? Вы их сами вели или как? Нет, нет, я не сам, у меня представители есть. Есть представители, которые... Ну, Илья, ты же уже сделал вывод в своих... Это было в августе еще. Ты же сделал уже выводы в своей статье. Это было еще в августе. Тобой нереален, да? Ну, да. Так. Так что, что об этом говорить? Давай подождем, поживем и посмотрим. Если Бог даст, бой будет. Если не даст, значит... Ну... Но вас интересуют только суперзвезды бокса именно? Ну, понятно, легенды. То есть уже кто в возрасте? Или, допустим, боец ММА? Нет, ММА тоже. Мне интересны ММА. Мне вообще и Фрэнсис Гану интересен. Я бы хотел бы с ним по боксу. Чисто по боксу. Потому что по ММА я уже все не тяну. Так мне было бы интересно побиться именно в боксе. Да, это был бы, конечно, бомбовый бой. Но вы же даете себе отчеты. Это молодой боец. Это уже не Тайсон. Пятидесяти там с чем-то летний. Это боец... Ну, конечно, не самый там юный. Но, тем не менее, это Фрэнсис Гану. Он чуть фьюри, извините меня, не выиграл у него. И иногда он отправил. Я видел этот бой. И как вам? Ну, то есть, вы поняли, что вам Ганну по силам? Да, мне бы хотелось с ним сразиться. Тоже, может быть, это, конечно... Не то, чтобы завышенная самооценка. Ну, мне бы интересно было бы пробиться с ним тоже. Ну, вы, конечно, бесстрашный человек в любом случае. Ну, как бы, вы понимаете... Ну, знаете, если боец выходит в ринг, ну, или, ну, не знаю, рассуждая о каком-то, и у него еще, скажем, трясутся поджилки, то это еще сырой, не состоявшийся боец. Ну, у вас голод остается. Мне так кажется. У вас голод остается до боев, одним словом. Я боец, да. Да. Наверное. Наверное, я еще в строю. Поэтому... А для этого... Я бы хотел... Мне интересно, да. Я бы хотел... Я понимаю, что, ну, все, я уже по ММА не тянул. У меня травмы. То есть, я уже исключил борьбу, скажем, из своих тренировок. Но... Вы не жалеете, что на тот бой с Байдером в таком состоянии вышли? Вы же были совершенно другим человеком... Были обязанности, да. Были обязанности определенные. Были, ну, перед Белотором, перед Скоттом. Были... Хотелось тоже закончить историю уже. Вот. Поэтому, нет, я не жалею. Я так понимаю, что была еще и проблема в том, что, а вдруг визы потом не будет, и вообще тогда непонятно, Ну, это все, это постоянно... Да, это накладывается. Плюс болезни, плюс все эти пандемии, плюс... Ну, и так далее. Там много всяких факторов, которые... По которым могло бы, да, они вообще не стоятся. Ну, и вы уже видите... Последний контракт я отрабатывал вот эти три боя, по-моему, четыре года. Да. Да. Ну, растянулось уже, так... Ну, да. Четыре года. Я надеюсь, что все это пройдет гораздо быстрее. А оно подзатянулось, подзатянулось и... Да. Вы сколько тренировок-то перед боем с Бейдером нормальных провели вообще? Нормальных... Нормальных, наверное, ноль. Все время что-то болело, что-то вы хотите сказать или как? Да. Получилось так, что мы то с Витей работали, вот проходов в ноги, все... Одну тренировку я прошел более-менее нормально, а вторая уже вот у меня воспалилась. Грыжа. Вот. Пришлось отменить. Пришлось... Ну, вот эти вот работу от проходов. Ну, и постоянно что-то вылазило. Поэтому пришлось все тренировки заменить велосипедом. Да. Вот. Ну, ничего. Ну, я... Я не жалуюсь. Я осознанно вышел на этот бой. И я хотел его. А у вас грыжа, она вообще, сука, лет-то была? У тебя у вас многолетняя, если не ошибаюсь? Ну, время от времени, да, случается так, что воспаляется. Вот. Ну, в общем, я живу. Меня сильно не беспокоило до последних боев, наверное. Вот. А так... Бой... В 2008 году у меня бой был в Санкт-Петербурге с американцем. Вот. Первый раз тогда я почувствовал. Мне кажется, вы сейчас мощнее даже, чем вот, допустим, были перед боем с Бейдером. Да что там перед боем с Бейдером? Мне кажется, сейчас вообще самый мощный за всю свою жизнь. Я имею в виду именно мускулатуру. Согласны? Да. Слава Богу. Выдалось мне время. Спокойно, безболезненно. И повстречал людей, которые помогли мне. У меня проблемы с плечом. Да. И сказали либо делать операцию, либо прокачаться. Вот. Ну, я выбрал второй путь. Посоветовался с людьми, с ребятами, с специалистами. Ну, скажем, не только плечо прокачали, но и весь прокачался. Бицепс сейчас покажете? Проехали. В ринге все измеряется не объемом рук. Ну, это мы как бы знаем хорошо, безусловно. Хотя, согласитесь, сейчас эти бойцы поатлетичнее, мне кажется, стали в целом. Есть такое? Наверное, есть. А рекорды молодости побили? Нет. Сколько сейчас у вас жили? Я не жму большие веса сейчас. Вот именно как раз из-за плеча. Я работаю на более легких весах с большими повторениями и с меньшим отдыхом. Услугами диетолога? И то даже не штангой, а именно тренажерами. А вести? Сколько сейчас? Вес не секрет. Вес сейчас 110. Но у вас вообще вес практически не меняется уже, мне кажется, много лет получается. Нет. У меня вес растет потихонечку с годами. Все-таки я, скажем так, в армию уходил. Я 78 килограмм. С армии пришел 93. Боролся сначала до 95 килограмм по дзюдо, а по самбо до 100. Вот у меня потихонечку рос вес. Я все время был недовеском. Я 94 весил. Там до 100, там да. Потом объединили где-то. Достало до 100. И по дзюдо, и по самбо. Я потихонечку, мне вес подрос 197, потом 98 был. Я 98 весил. Я был недовеском. Когда я перешел в бои, у меня вес подрос до 93. Так получилось. Там палец на ноге у меня сломался. Ну вот я подкачался чуть и вес, скажем так, остался такой 103. Какое-то время я работал 103. Потом пошел 104, 105, 106. В параде я уже был 106. Вот. Ну и дальше 107, 108. Сейчас уже 110. Ну, как это сказать, матерей, как говорит моя жена. Ну, а в жизни вообще у вас какой был максимальный вес? 112. 112. Это в каком году-то? Сейчас, наверное? Да и сейчас был. И, ну, тогда я чуть подразделся. Был перед боем с Миркой. Я как-то это самое отдыхал чуть. У меня был период, вот как раз рука болела там, и мне надо было чуть отдохнуть. Вот я где-то 112 весил, да. И сейчас, ну, сейчас уже подошел, да. Сейчас вот в работе с боксерами, с ребятами я в ЦСКА. Работаю с Дмитрием Каракашем и с другими тренерами, там помогают мне. Вот. И из-за большой объемной такой функциональной работы вот чуть подошел у меня вес. Вы много, кстати, предложений отвергли по поводу боя боксерского. Наверняка же какие-то и российские промоушены вам их предлагали. Отвергал, да. О тех промоушен, которые мне не близки, не... Которые я не приемлю, с которыми я боролся. Вот я отвергал, да. То есть поп ММА, я так понимаю, хардкор там и... Да, да, да. Хотя предложения были неплохими. А кого предлагали, кстати говоря, в качестве соперника, если не секрет? Ну, знаете, это все-таки хоть и поп ММА, но давайте оставим пока. Потому что не будем... Мне предложили лично, мне пришло личное предложение, поэтому мы оставим это. Такой тогда момент. А вот бой по боксу с Сергеем Харитоновым, вам это было бы интересно? Боец? Нет. А почему? Боец, мне кажется, в любом случае до сих пор сильный. Два боя выиграл по ММА. Ну, если... А по боксу есть определенная. Ну, как бы даже был сборный. Есть, да. Есть. С Сергеем, в принципе, не хотелось бы биться. Ну, я вот за годы, скажем так, в ММА я с россиянами не бился. Да. И это не болтовня, скажем так, а не бился. И по боксу тоже мне не хочется. Ну, в принципе, с Сергеем, какие бы там отношения у нас не были, но у нас какое-то время мы работали вместе. Он жил у меня, ел у меня, там, не знаю, там, тренировался, там, моя жена ему готовила, мама готовила, там, достаточно близкие отношения были, в одной команде были. Поэтому нет, не хотел его. Вы стали одним из героев UFC 5. Почему согласились, расскажите. И как вообще поступило это предложение? Даже интересно, как это делается все. Кстати, вы и UFC, это такая отдельная тема, отдельная история. Ой, ну, когда-то давно, я не помню, в каком это году было, вот когда мы с Рэнди Кутюром играли там. Было дело, есть видео, вы выиграли. Да, чудо. Вы выиграли на победу. Нет, 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 там было, там было, там было, скажем так, это произошло чудо на тот момент, потому что я понимаю, что Рэнди посидел, уже ему дали, видно, заранее поиграть. Мне привезли накануне этот диск. Говорит, на, поиграй, завтра будешь с Рэнди. Но я компьютерные эти ноты особо не это. Я попытался что-то, у меня все, там у нас были и Вадим, там тогда и Апи, ну, Апи Эхтерль, Вадим Эхтель, Штейн, там еще там несколько человек. Я понимаю, что я вообще не вытягиваю, у меня ничего не получается. Вот. Все меня забивают там, ну, плюнул это все и отложился на завтра. Если, я думаю, не получает сейчас, то, ну, что над этим мучиться. Пусть будет так, как будет. Ну, и вот на следующий день мы вышли с Рэнди, начали. Я понял, что надо сжать сразу на все кнопки. Что, в принципе, и произошло. Мы начали с ним биться. Начали это снимать. Я сразу начал на все кнопки сжать. Получилось так, что его перевел и забил его лежа. Какими-то коронками вот этим вот. И все. И я, ну, я понимаю, что я выиграл. И все друг на друга такие смотрят. Такая тишина. Я сразу кладу, ну, думал, что не получилось, что там, из трех раз, там, или из пяти раз. Я сразу задаю жестик и говорю, все, я победил. И они, им ничего не оставалось, как принять эту победу. Ну, вот и теперь вот вы снова имеете отношение только уже. Да. Тогда, ну, обратились, спросили разрешение. Долго думали или сразу, в принципе. Да нет, в принципе, что думать. Если они, да, если, она говорит, мы использовали, мы там, у нас есть все, то есть ничего не надо. Спросили разрешение, культурное, вежливо. Ну, хорошо. Вы с собой сейчас не играли уже после выхода этой игры? Нет, я не играю в компьютерную игру. Вообще нет какие, даже на телефоне? Нет. Все это. А вы же зато в шахматы играете. Случается. Иногда. А, и вы же даже участвуете в онлайн-турнирах? Нет, сейчас уже как-то что-то, удалил. До какого уровня доходили? Расскажите. Тысяча шестьсот двадцать это у меня было очков. Как мы говорили? Максимально. Недолго. Но было столько, такой рейтинг был? Да. Не сильно, ну, где-то тысяча пятьсот пятьдесят, наверное, я набирал. Вот когда играл, ну, не со своими играешь, где искусственно набиваешь рейтинг, а именно с иностранцами играл. Ну, где-то тысяча пятьсот пятьдесят, тысяча шестьсот, где-то. С шахматистами вы играли, так скажем? Ну, это приложение ЧЕС, да. Может быть, разные приложения. Не знаю, какой это уровень. Не знаю, как это... Вот в том приложении, в котором играл, ну, я максимально доходил до этого. В каком играли? ЧЕС? ЧЕС, да. Когда ЧЕС... Там конь нарисован черно-белый. Ну, черно-белый такие. Кто, кстати, из спортсменов еще хорош в шахматах? Ну, не считай шахматистов. Может быть, из боевых видов спорта, например, вот с кем вы играли? Нет, я не со мной. Я не играл. Не сказать, чтобы я играл с кем-то так. Ага. То есть, тут даже некого отметить особо. Я, да, я не играл с ним в шахматы, не могу сказать. Никто не предлагал. Наши как-то все проиграют. Им не интересно, потому что не проиграют. Вот. Вот у нас, скажем, наш друг, близкий, Денис, талисман нашей команды, Денис Курилов. Да. Вот. Который занимается менеджером. Да. Да, наш близкий. Вот с ним зарубаемся. То есть, было время, было время, когда я его обыграл без двух ладей и ферзя. То есть, с одними офицерами и конями. То есть, я его натаскивал. Мы играли с ним. И вот он играл, играл. Сейчас он мне, ну, мне больших усилий приходится. Мои то, он меня обыгрывает. Где-то 50 на 50. Ну, то есть, натаскался так, что, ну, приятно с ним. А с гроссмейстерами не играли? С Сергеем играли. С Сергеем играли, да. Но я там, скажем, было Блиц и людей было много. И не было так, ну, я Блиц слабоват. Мне нужно подумать. Играл с Анатолиевым, я прошу прощения, не помню сейчас как по отчеству Карповым. Вот тоже мне очень понравилось. Ну, да, но тоже времени было не сильно много, поэтому... Ну, и он меня подловил, конечно, там. Вот. Интересно с такими людьми. Такой момент. Ну, я думаю, что многие обратили внимание, что вы зачастую перед тем, как ответить на вопрос, вы думаете. Это, как бы вам сказать-то, был какой-то неудачный инцидент в интервью. Ну, допустим, что-то сказали, не подумавши, а потом там ну, это как-то разлетелось или нет? Или просто такая... Нет. Это, я думаю, в принципе, прежде чем открыть рот, человек должен подумать. Я здесь могу привести слова нашего академика Лихачева. Вот. И он говорит, есть у него такое выражение, у того, кто много говорит, нет времени думать. Вот. Я все-таки, я с ним полностью согласен. Поэтому, прежде чем открыть рот, нужно подумать, что ты будешь говорить. Дон Уайт сказал, что в любой момент вы можете прийти в офис, в штаб-квартиру UFC, и вам там будут очень рады. Вам это было приятно это услышать? Это было на пресс-конференции после турнира UFC в Абудабе. Спасибо. Спасибо. Я не слышал этого. Ну, у него спросили, пустит ли он вас потренироваться в UFC PI, если вы вдруг будете в Лас-Вегасе. Это же отличное место для тренировок. Он сказал более того, что не только там UFC PI, а что, если Федор захочет посетить штаб-квартиру UFC, дверь наша всегда для него открыта. Я всегда ему готов уделить время. Спасибо. Попить чайку, так скажем. Несмотря на то, что он ваш оппонент. Спасибо большое, да. Спасибо, Даня Уайт. В общем, если Даня Уайт в Стараску вдруг приедет... Мы его тоже чаем напоим. Отлично. Смотрите, такой вот еще момент. Бои Макгрегора и Хабиба. У вас же спустя неделю был поединок с Челом Сонном в Нью-Йорке. И вас раза четыре точно спросили, осмотрели ли вы этот бой. Когда я не смотрел. Вы его действительно не смотрели? Когда я его действительно не смотрел, если у меня через четыре дня бой, что же я буду... Мне это просто показалось, что вы, так скажем, так отвечали, чтобы лишних вопросов не задавали. Нет. Вы знаете, если вы профессионал, вы должны до конца оставаться профессионалом. И смотреть чужие бои, это тоже нервы, понимаете. Поэтому за четыре дня до своего боя, чтобы я смотрел какой-то чужой фигур. Я за десять, за две недели не буду смотреть. Ага. Даже... Я не смотрю, да. И когда у меня начинает подготовка, я все, я просматриваю своего оппонента и готовлюсь на него. Если еще есть время, то я могу что-то посмотреть. Ну, если из ряда он выходящий, да вот какой-то особенный бой. Вот. А за две недели уже ни влево, ни вправо. У меня есть цель, к которой я иду. Поэтому размениваться. Ну, все это можно потом в записи посмотреть. И пересматривали потом в записи или нет? Да, я посмотрел. Ваши впечатления спустя пять лет? Ну, Хабиб уверенно победил. Вы никогда в своей карьере не наносили лишних добивающих ударов. Вот почему у вас так? Вы бы это чем объяснили? Вы знаете, я бы вам сказал здесь немножко, ну, я отвлекусь чуть на другую тему, да. Вы знаете, что такое грех? Что такое страсть? Что такое страсть? Страсть – это грех, вошедший в привычку. Вот мы, христиане, стараемся искоренить наши страсти. Вот через исповедь, через покаяние, исповедь. И чтобы вся наша жизнь была добродетелем. Чтобы добрые, хорошие дела, добрые дела вошли в привычку. Вот и все. Вот единственное, что я пытаюсь – это бороться за своими страстями, с Божьей помощью, конечно. Вот и, скажем, выровнять так свою жизнь. Чтобы не случалось таких, да, чтобы в порве страсти, там, еще чего-то сделать, какую-то глупость. Вот. А тем более в ринге. Тем более, потому что это, прежде всего, здоровье моего оппонента, моего соперника. Человеческое здоровье. У вас бывало такое, что вы думали оставить ММА именно из-за того, что это не соответствует христианству, так скажем? Когда я, скажем так, уверовал, мой первый вопрос был священнику именно этот. Что? Поэтому нет. Нет. Я сказал, занимайся своим делом. Господь тебя поставил на это. Это спорт. Важно не то, что… Важно, как я к этому отношусь. Для меня это, прежде всего, спорт. Да и только спорт. И во всех, скажем, ситуациях я должен сохранить свое человеческое лицо. Не убивать, не кидаться, не там, не плеваться там, не говорить всякие мерзости. Это остаться христианином. Остаться человеком. Несколько лет назад вы дали интервью сайту «Православие.ру». Вы там ответили на вопрос. Вы сказали, во мне течет разная кровь. Русская, украинская, есть и другая. А какая другая? Ну, насколько я знаю, и болгарская чуть-чуть. И немецкая чуть-чуть. И немецкая даже чуть-чуть. Ну, у меня бабушка, да, там. Бабушка, прапрабабабушка. Наверное. Ну, это… Я русский человек. В основном у меня русская и украинская. Ну, если так смотреть. Вот у вас нет такого чувства, что как-то… Ну, молодежи там, в частности, вот на русскую культуру, в принципе, плевать на самом деле. Ну, на какие-то вот… Русской культурой надо было заниматься гораздо раньше. И сейчас, конечно, не поздно. И никогда не поздно. Вот. Но культурой нужно было заниматься и в девяностых годах, и в двухтысячных годах, и в десятых, и так далее. Вот. Если раньше мы воспитывались на, скажем, Бога, нас отрицали, да, вот, в советский период, но все равно воспитывали, что такое хорошо, что такое плохо, семья, ячейка общества и так далее там, понимаете. А то сейчас… Ничего этого нет. И что такое хорошо, что такое плохо, ребенок определяет… По роликам в интернете, наверное. А ролики в интернете… Ну… Сами понимаете, какие… Федор, у вас внук родился. Слава Богу, да. Это радость. Да, слава Богу. Я вас поздравляю. Спасибо. Спасибо, дорогой. А как назвали, расскажите? Федор. Ого. Да, Федором назвали. В вашу честь. Ничего себе. Хотели по-другому, я не влазил. Да. Ну, а когда родился… Родители Машенька и Павел, вот, у нас… Посмотрели друг на друга, говорит, и мы поняли друг друга без слов, что родился Федор. Он на вас похож, вы хотите сказать? Ну, понятно, что он еще совсем маленький, но тем не менее… Он малыш, да, он малыш. Ну, вот, что-то их подтолкнуло, да. Говорит, посмотрели, говорит, поняли, что это именно Федор. Ну, и я, конечно, счастлив. А банальный вопрос всем бойцам, у которых есть дети, у которых есть сыновья. Вы бы хотели, чтобы он стал бойцом ММА? Я бы хотел, чтобы он занимался единоборствами. Для себя хотя бы. Ну, хотя бы для себя. Не знаю, как там в профессиональном плане, но для себя, может, необходимо, я думаю. Ну, да, действительно. Если честно, кому этот вопрос не задаешь, я даже не вспомню ни одного бойца, который сказал бы, да, я бы хотел, чтобы он стал бойцом, если честно. Боец, наверное, переживая сам те вещи, которые… Если за себя… Ну, несет ответственность только за себя, то… тяжело нести за кого-то ответственность, тяжело переживать за кого-то. Мы с Вадимом разговаривали недавно, что он вспоминал, как он кого-то секундировал. И он, говорит, идешь, прям трусит всего. Говорит, побыстрее думаешь, побыстрее бы это все закончилось. Я вот понимаю, да, мы с Ксюшей разговариваем в каком-то городе, не помню, были. Витя Немков дрался. Говорит, я смотрю, ты вроде бы внешне спокойно сидишь, а на ноги-то я смотрю, у тебя коленка тут-ты-ты-ты-ты скачет. Вот, так оно и есть. Вы, кстати, будете в углу у Анатолия Токова? Посмотрим, как там, доживем еще. – Федор, вот у вас сейчас тоже футболка с православной символикой. Вот, наверное, мне кажется, в Сербии куплено. – Да-да-да. – Я угадал, да? Также у вас есть фотографии, где изображены трое святых. Честно, не знаю, какие именно. Я думаю, что тоже на футболке. – Тоже на футболке? – Да. Это когда вы на Эльбрус занимались. – Да-да-да. – Как раз таки. Вы же ведь не просто так покупаете... – А, на Эльбрус... Как? – Я же думаю, вы же ведь эти футболки покупаете не просто потому, что вам там принято понравилось, как изображено. Тут же ведь, так скажем, со смыслом, наверное, так можно сказать. – Ну, как вам сказать, это мое родное. Если человек верит в Бога, он всю свою жизнь начинает выстраивать. Ну, не сразу, но опять же с Божьей помощью. Вот, поэтому... Все им, от него и к нему. Скажем так. Таким много сказано. Все сказано. Все им, сотворено, сделано. И управляется, скажем... Не контролируется, а все живет им. Вот, от него исходит жизнь, и к нему все опять приходит. Поэтому, когда живешь уже с Богом, то хочется, чтобы все у тебя... Где-то иконочка, где-то футболка, где-то еще что-то. Не только... Ну, конечно, все выливается в поступках. Прежде всего, по делам их узнаете, как говорится. Вот. Ну, и это тоже. Хочется быть в футболке. С крестом. – А в Сербию часто ездите, кстати? – Не так, как хотелось бы. – Наверное, все монастыри уже объехали? – Нет, далеко не все. – Манасия? Были? – Я... – Сапачаны? – Тоже нет. – Милешева. Студеница. – Студеница. – Были. Ну, это Лавра, как считается. Я тоже там был. Ну, уже много лет прошло. 12 лет назад уже целое. Время очень быстро летит. Мне за счет 24... Сколько? 24 года было. Да. Так. А Сербия вот вам нравится по духу? Отличается от России, кстати, вот на ваш взгляд? – В Сербии те люди, с которыми я общаюсь, то есть, получается, я приезжаю в определенный круг. Так. Ну, как и здесь, но здесь я вижу больше, как бы, понятно нет. И там также. То есть, есть люди, которые... Так, есть даже молодежь, которая сидит в телефонах, в интернетах, там, в соцсетях, в интернете, в соцсетях, которая играет в игрушки, там, которая ни в храм никуда не ходит, там, видит себя в НАТО, еще где-то там. Вот. А есть люди, я бы сказал, более старшего поколения, чуть старшего, которые любят Россию, понимают, знают, помнят еще, как поступило с ними НАТО, вот, которые любят Россию всей душой. Никто так нас не любит, я всегда говорил и говорю, никто так нас не любит и не любил, наверное, как сербы. Ну, вот я, честно говоря, когда был в Сербии, это действительно прочувствовалось. То есть, как пример, это, может быть, даже и в интервью можно включить. Ехал я из Косово в Сербию на маршрутке. Ну, там же паспортный контроль. В общем, и передаю паспорт. Уже тебя видят, в общем, российский паспорт. Да, ты что, там русский, и сразу откуда-то бутылка появилась, короче. Все, давай, наливай, там, выпьем, там, и прочее. Я помню, иду по городу, Крагуево, точно. И у парня спрашиваю, как пройти. По-английски, но как-то он, в общем, понял, что я… Русский паспорт. Я говорю, ты что, из России? Я говорю, да. Он, в общем, там обнимает меня. Да, да, да. А в Плосовской Митровице, ну, это же город, который разделен на две части, на Косоварскую и на Сербскую, тоже я там спрашивал, где-то что-то останавливается, тоже там прознали, там же еще стоит памятник русскому послу. Вот. Тоже прознали, что я русский, тоже, давай, там, обнимать, как ты тут очутился, там, и прочее. То есть, действительно, прям чувствуется, в общем, вот это отношение. Там еще в музее воздухоплавания, мне тоже там серб говорит, билет стоит столько-то, но учитывая, что ты русский… В общем, это такое. Да, это любовь проявляется во всем. Да, да, да. О чем интересно было бы вас спросить на религиозную тематику. А вот вы как воспринимаете версию, если так можно назвать версией, о сотворении мира за 6 дней? Ну, потому что, я могу ошибаться, но, по-моему, вере не противоречит полагать, что была эволюция и что Земле там много миллионов лет. Можно рассматривать эту и эту точку зрения, но верующие люди, я бы сказал, истинно верующие, они понимают, что для Господа Бога нет ничего, никаких трудностей создать, сотворить мир за 6 дней. Понимаете? Это для нас, в наших человеческих ухмах должна быть эволюция, должно быть прогресс какой-то там, обезьяна должна превратиться в человека. А мы, христиане, веруем, что из ничего Господь сотворил мир, запустил время, потому что времени тоже не было. Вот. И для Него нет ничего невозможного. То есть, Он мог и за 6 дней, мог и в момент создать. Есть известное видео, смотрите, это был бэкстейдж одного из турниров прайд это был турнир где кевин рэндлман нокаутировал мирка филипповича вот и дойдете с командой говорите что негр выиграл я помню да я помню то помните да брат 2 когда он сказал негр гоу гоу ты кого типа назвал негром там у нас я тоже так был воспитан в принципе вот но на тот момент я уже помню уже сказали что назвать это мне это неприлично это нехорошо там называть афроамериканцами вот мне было во первых скажем так это еще не непривычно то есть я не во вторых в тот момент я забыл просто забыл нет ничего снимает ну что ну что снимает я не я забыл вообще кевина имя вот то есть я ушел на уже на бой на свой вот я забыл что я у меня в клаве вертится не могу вспомнить ну знаете такое слово вспомнить не можешь как раз тот момент я выпалил то что у меня скажем добралась на язык но вы же с арендалманом это были прекрасно очень хорошим очень хороший дружелюбный да всегда открытый всегда веселый не было никогда конфликтов у вас были сборы в голландии было многократное и в первый раз вы туда наверное приехали году 2005-2004 четвертом стояли в парах с там с питером айра цена наверное эрнеста хуст в общем топовые не цены в парах не стояли и с анастом хустом тоже нет у нас там приходил как-то тренировать но нет а с тем стояли расскажите потому что я хотел вот у вас поинтересоваться вообще тот экспириенс тот опыт да сколько он жесткий был ну то есть не было такого что-то модель гилберт гилберт айвелл был боб шрайбер был но тоже в разных залах ребята были чемпионы там килограмм по 70 они были чемпионы мира многократные по тайскому боксу вот был тайрон спун был молодой он был красавец просто он был чудеса творил он был очень интересный очень хороший это не тот айрон который сейчас у которого сейчас мы видим он весил килограмм 82 85 где-то после до на этом просто чудеса творил вот и он не помогал кстати к мерка вот за кулисами разминка не помогал сложного было тогда с ней вообще всеми с с этим не 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 ваша я схватывался на лету и у меня была хорошая школа бокса я понимаю как это объяснить нужно понять вид спорта прочувствовать и тогда будешь знать как работать против бойцов борцов бойцов зал в старом осколе хотели вашим именем назвать и вы отказались почему отказались не все отказываются потому что лучше назвать его святым в честь святого который уже свою жизнь прожил доказал что он великий человек и господь его прославил как то александр невский вот моей жизни и на момент строить строительство зала когда решение это хотели принять моим моим именем декабы назвать тут и после я совершал большие ошибки посетение совершаю поэтому лучше пусть будет честь святого человека чем на гордость и тщеславие мою однажды денис цыпленков выложил в stories instagram вашу переписку с ним что мне бросилось в глаза вы пишете без ошибок причем у вас везде очень четко проставлены запятые даже в неочевидных моментах откуда тот в вас появилось такое в это выработали в себе или так всегда было знаете я за сохранение русского языка красивого русского языка нашу вот в первую очередь поэтому 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 я не всегда был грамотным человеком до скажем да 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 восьмого класса до девятого класса у меня по-русскому было стабильный трояк по правописанию ну скажем училище от я закончил уже без четверок мне пришло это чаю я читал мне пришло вот как-то говорят либо пишет ошибками любишь без ошибок вот ну и позже скажем в армии я читал и после армянного почта ну любил читать то есть если их на сбор у меня была как правило одна или две книги с собой вот а сейчас вот когда вот эти пошли сокращения когда пошли как слышу как слышу так и говорю как слышу так и пишу вот я как-то мне это резало слух я остался стараюсь писать вписать стараюсь правильно грамотно по возможности конечно сокращение это вот что-то вроде норм ну да да вот такого интернетовское такое так это назовем сейчас норм ну и так далее то вот вообще вообще нам необходимо сохранить наш язык слова кавортинг вам нравится я такой что вы выкоростки про это то есть про это обилие не хочу говорить но был один политик который предлагал называть туалет сральником там все как есть мат включить в наши биху в этот и и когда все филологи встали вот он собирались человек тем более спортсмен знаете не хотелось бы чтобы говорили спортсмен тупой человек должен быть во всех направлениях и развитые и сохранять человеческое лицо если сейчас вот читаются с матюками да и слушать соответствующие песни то и сегодня утром вот ребят включили там серёга вот эту музыку мне например да мне например ну уже когда к окончании ну как сказать не знаю еще ребята и попивают елки-палки а в слова вдуматься вот просто билибердень билибердущая ноги ноги чтобы ходить губы чтобы поэтому это говорит о том что человек на определенном уровне не то чтобы развитие но и ум вращается в этом начали то группы кино играл кстати это ваше желание было или нет не не это кто-то любит а вы сейчас какую-то музыку вот такой машине допустим едите вы слушаете я сейчас ну либо духовно либо совсем не слушаю совсем не слушать у меня есть дела которые еда в машине делаю вы согласитесь что группа кино это сила с кемосила вы не должны что больше более ну скажем 88 год и позже раньше так все-таки сорвать на вот тогда я бы так сказал да раньше не так безусловно есть выборочные вещи хорошие конечно но виктор цови вам погиб на своем пике однозначно вы сказали кстати вот не так давно в интервью телеканалу удар что вам нравятся фильмы брат до брата и брат 2 а почему она наверно не наверное на на тут на те периоды когда когда не создавались эти фильмы были то есть один отражает одну сторону эпоху он другой немножко другое почему потому что потому что сила в правде эта мысль была заявлена и она прослеживается пусть 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 там они все скажем так правильно и но фильмы составляет задуматься а вы фильм дурак смотрели быков нет я не смотрел много чего не смотрю как правило не смотрю телевизор я смотрю мультики с детьми хотя сейчас нет я пересматриваю я себе список составил вот если что-то читаю да каком-то о чем-то или как-то мне актер нравится и нам читают и там раз какой-то фильм за кто-то где он был отмечен я я пересматриваю просмотр разные абсолютно получается сразу категории ну вот мне нравится владимир басов ты наш актер если но сама такая чтобы вспомнили дуримар из буратино вот он как актер замечательный и как их режиссер постановщик тоже у него фильм бег фильм одни трубиных так далее там бабу гакову потом метель по пушкину там так далее там много хороших фильмов это отдельно иди и смотри вам нравится да я смотрел но как сказать нравится но это сильная работа это сильная работа но скажем пересматривать ее наверно не захочешь скажем так она стоит оставляет глубокий след я думаю что его нужно посмотреть особо нашему молодому поколению вот она пересматривать его не станешь вопрос исторического характера после вашего первого чемпионского боя с антонио родриго на гейре в 2003 году вы буквально там через пару недель провели еще один бой против литовского бойца в литве а почему вы согласились на этот поединок учитывая что бой с на гейре все-таки был сколько 20 минут очень интенсивный тем не менее вы вышли на любой ну и выиграли само собой вместе с нами тогда двигалась литовская команда вот были определенные соотношения и меня попросили просили тогда бился гидиус фанавичус потом последний бой свою проиграл очень быстро и поэтому литовцы попросили что если с чемпионом прайда то есть на тот момент занял первую строчку типа вот если без первым номером гидиус проведет такой хотя бы не в первом раунде проиграет то что его позовут в проект принципе так и случилось вот и меня попросили в первом раунде аккуратненько с ним работать и вы поработали аккуратненько и выиграли результате в общем получается да во втором раунде я победил ну будешь понимать что то риск такой наверное или прям сразу согласились без вопросов знаете когда есть определенные отношения с людьми чем-то ну я не думаю что проиграл бы тогда вот но людям хотелось помочь потому что у нас в тот в то время в тот момент даже немножко раньше мы были хороших отношений к нам велись в рингсе это же был в любом случае реальный бой вы за всю карьеру мы пропустили какое-то считанное количество тейкдаунов чем вы это объясните причем там ну допустим пояс антонио силы но все-таки тоже был там 2011 год а не 2005 или 2006 много работа на это было все-таки я был и в сборной россии по самбо по дзюдо и база была большая хорошая реакция ну и плюс тоже по вольной борьбе выступал немножко как выяснили поэтому да поэтому определенные навыки всегда всегда работали против прохода в ноги смотрите скоро будет и все триста обсуждаются уже во всяком случае болельщиками уж точно различные там шоу бои в частности кто-то думает что позовут что позовут брока леснара вот представим такую ситуацию дана уайт вам звонит и предлагает бой с леснаром но понятно там за очень хорошие деньги вы бы согласились бы выйти на юси 300 против брока леснара нет я закончил с мм я обещал вот поэтому я свое слово держу вот так вообще надо было делать все конечно свое время